Он закончится уже через 3 месяца. Вам будет легче через 3 месяца. Вы успокоитесь. Просто сейчас сильно напряжены, вас сегодня волнует, нервное напряжение сильное. В такое состояние надо находить время, лежать в ванной. Но нужен контакт с водой, короче, хотя бы полчаса, два раза в неделю. Можете там на компьютере работать в ванне, если это вам поможет не отвлекаться от работы. Ну, то есть, если вы будете лежать в ванне по полчаса, два раза в неделю, вы остынете, вы сейчас перегреты. Когда человек перегрет, у него эмоциональная перегрузка может начаться. Также больше есть сырой пищи. Это тоже снимает перегрев для мужчины. Но лучше корни сырые есть, чем, допустим, другое что-то. Вопрос в работе готова. Суть вопроса. Когда я с тобой как-то говорю, у жены приезда, то есть, у меня есть, например, отчасти на свои дела. То есть, в принципе, как я пришел, я пришел, я пришел с папой. Есть часть, я понял. Жена просит, попросить с ней или что-то делать? По домам или попросить с ребенком? У меня понадобится не так. Ну, мне нет. Надо обязательно ей уделять время, хотя бы 15-20 минут. Даже если у вас нет сил, потому что она еще больше обесточена, чем вы сейчас. И она, у нее сомнения по поводу совместной жизни. Она устала уже просто, не может, ей очень тяжело. Вам надо ее поддерживать просто, давать ей силы. И она об вас поверит тогда. Но она никогда не поймет, что вы устали. И вы никогда не поймете, что она устала, пока вы не научитесь смотреть глубоко друг в друга. Люди так устроены, что они очень переживают, что их не понимают. Но на самом деле они точно так же не понимают других. Вот вы сейчас не понимаете свою жену. Она находится в более сильном истощении, чем вы сейчас. Я так вижу. У ней даже сон уже начал нарушаться. Она напряжена очень сильно внутренне. И у ней истощение, то есть у ней слабость пошла появляться в организме. Головокружение, то есть у нее уже влияет на здоровье это все. Вам надо просто понять, что мы всегда очень сильно привязаны к тому, что нам тяжело. Но тяжело вам обоим. Поэтому нужно через силу, несмотря на то, что вам тяжело, вам тяжело помогать ей так же. Потому что женщина готова дарить счастье только тогда, когда она видит, что хотя бы какое-то время ей тоже хотят уделять, как личность. Иначе она не может понять, зачем она должна служить этому человеку. Спасибо. Спасибо.